Я знаю место, где 150 человек собралось, лебедей, жить вместе. Это в Венгрии есть такая община вайшнауф, где люди постоянно молятся Богу, они как бы живут на земле самодостаточной жизнью, сами выращивают всё, живут простой жизнью и ничего не сильно хотят там от этой жизни, кроме служения Богу. В этом месте установился хороший климат, где по бокам идёт дождь, у них солнце светит. В это место начали слетаться птицы, и в этом месте обнаружено рекордное количество во всей Венгрии 150 видов птиц. Ну то есть все птицы туда летят, потому что все хотят нектара, все хотят в атмосфере счастья. И не только птицы туда летят. Вот представьте, люди просто начали чистой жизнью жить. 50 тысяч туристов туда приезжают в год, чтобы посмотреть, как они живут. Им даже не надо там сильно напрягаться, чтобы жить, потому что эти туристы, они обеспечивают всю их жизнь. Понимаете? Хороший у вас вопрос. Как понять? Вот я, допустим, служу близким людям. Как понять, когда надо перестать служить, когда надо начать их воспитывать? Может, я что-то неправильно делаю? Вот микрофончик уже. Всё, можете садиться на место с микрофоном. С микрофоном, с микрофоном. Мы с вами будем сейчас диалог продолжать. Вот смотрите. У нас в сердце есть очень тайное желание наслаждаться жизнью. Как в сердце женщины это желание проявляется? Как проявляется в сердце мужчины? Мужчина, ему легко отдавать что-то для жены. Но делать что-то для жены тяжело. Допустим, мужчина работает на работе, ему нравится трудиться в социуме. И, допустим, если жена хорошая, он готов ей отдать эти деньги, которые он заработал. Ему несложно отдавать. Но служить жене тяжело, потому что, ну, такая так природа мужчины работает. И, допустим, если жена ему говорит, подмети пол в доме, то для него это большая аскеза. Он, может быть, там работает дворником на работе и целый день подметает пол. Целый день может подметать пол на работе. Но когда жена в доме, ему просят подметать пол, тот же самый пол, дает ту же самую метлу, ему тяжело. Почему? Потому что мужчина в доме, ему хочется отдыхать. Он домой приходит, попадает в энергию женской энергией, женскую энергию, попадает в дом, сотканный женской энергией. Мужчина там, ему хочется расслабиться, там отдыхать. Его заставляют работать, ему тяжело. Женщина очень склонна служить, ей легко заботиться, служить о близких. Но отдавать что-то близким тяжело. Все наоборот. Вот смотрите, как-то непонятно женщинам, как это служить и не отдавать. Сейчас объясню. Все очень просто. Смотрите, допустим, я служу близким людям, готовлю им пищу. Но если вот глубоко вкопнуть тему, то часто женщина, спасибо большое, она готовит пищу, знаете, для чего? Для того, чтобы муж стал счастливым, успокоился и приносил мне радость в таком настроении. Когда муж покушал, он в хорошем настроении, женщине сразу хорошо становится. Она чувствует счастье, ей хорошо рядом с этим успокоенным человеком уже. Он уже не злится, глаза не вращаются у него. Говорит приятные слова. И как бы становится хорошо очень. И женщина думает, скорее бы он покушал уже. Ну сколько может? Давай быстрее, быстрее кушай. Чтобы покушал, успокоился, расслабился, все. С ним становится приятно. Часто женщина, вот ради этого настроения, этого чувства, что было приятно рядом с близким человеком, она ему готовит покушать. Если муж покушал, не сказал спасибо, не сделал ничего приятного, встал из-за стола и пошел. Она не чувствует счастья от этого, потому что она готовила для своего же собственного счастья. Видите, женщине легко служить в доме, тяжело отдавать. Мужчине тяжело служить, легко отдавать. Но хрен редкий и не слаще. Все одно и то же. Просто мы эгоисты все, просто по-разному. И так как мы противоположные эгоисты, поэтому получается иногда минус на плюс, получается гармония. Да? Иногда минус на плюс, получается война. То есть и то, и другое означает эгоизм. Потому что в этих отношениях мужчины и женщины нет выхода. Они скованы полностью, насквозь, эгоизмом и страданием. Поэтому женщина должна готовить для Бога, а не для мужа. Для Бога в доме. Она должна думать о Боге, готовить для Бога. И мужу, как служение Богу, давать пищу, освященную Богом. Когда она мужу такую пищу дает, она его кормит чистой пищей, в которой нет греха. В этом случае она служит мужу. Конечно, служит. Но если она будет думать, что она служит мужу, то в этот момент она опять настроится неправильно и будет ждать от мужа опять, чтобы он меня похвалил. Понимаете, женщина должна ждать от Бога. Она должна для Бога готовить, ждать от Бога. А мужу она должна служить. Бескорыстно. Бескорыстно означает ничего не ждать. Ничего не ждать. Просто приготовить и все. И самое высшее проявление служения является открытие сердца. Сердца друг к другу открывать могут только сильные люди. душевно сильные люди. И часто открытие сердца это высшее проявление любви. Открытие сердца. И открывать сердце могут только возвышенные люди друг к другу. Только возвышенные. Потому что говорить правду нужно с любовью всегда. И меня девушка спросила, Олег Геннадьевич, когда надо закончить служить и начинать воспитывать близких людей? Это означает, что она не понимает, что такое служение. Самое высшее проявление любви и воспитания близкому человеку, то есть служение близкому человеку, это его воспитывать. Говорить ему правду, но с любовью. Понимаете? Мы-то как говорим? Когда мне перестать надо наслаждаться служением близкому человеку? И когда надо начинать его мучить? Ответ такой. Когда ты наслаждаешься служением близкому человеку, он от этого служения наглеет. И когда он совсем обнаглеет, тебе надо его начать мучить. И той, и другой любовью не называется. Микрофончик у кого? Вы понимаете, о чем я говорю? Поняла? Не совсем еще поняла. Слушайте дальше. Слушайте дальше. Смотрите. Любовь настоящая, она бескомпромиссна по природе. Она не боится потерять ничего, она просто говорит правду с любовью. Понимаете? Настоящая любовь, она служит без оскомины, что мое служение не приняли с уважением ко мне. Но по отношению к мужу такая любовь настоящая невозможна. Понимаете? Между мужчиной и женщиной любовь имеет очень корыстную, вязкую, желающую наслаждаться природу. Поэтому надо перестать смотреть друг на друга. Вы сейчас очень сильно сосредоточены на муже. Надо начать смотреть в одну сторону. Надо перестать, как вороны жить, начать, как лебеди. Лебеди плавают в одном направлении. Они не упираются носами друг к другу, не каркают друг на друга. Лебеди плывут вперед. Как воспитывать мужа? Можно сказать ему правду, но не нужно к этому придавать слишком большого значения. Можно сказать, наверное, лучше бы было, если бы ты начал самосовершенствованием заниматься. И сказать это как в шутку. Но сердце его поймет, о чем речь. Чем больше любви, тем больше понимания. Но если вы говорите, не ты замучил меня, как ворона живешь, я тут лебедь рядом с тобой. Понимаете? То есть не поймет. Он подумает, это я лебедь, а ты ворона. Все наоборот. Вот, понимаете? Не поймет. В этом мире нет справедливости. Чем больше вы, ну, если вы служите для Бога, готовите пищу для Бога, кормите мужа, он очищает свое существование. Это написано в Бхагавадгите. Когда человек кушает освященную пищу, жизнь его становится светлой и чистой. И от этого, так как он очищается, у него просыпается совесть, уважение, и он начнет вас понимать, уважать, и жить другим человеком станет, кушая освященную пищу. Но когда вы готовите для него, вы в это время кормите его только одним грехом. Потому что вы, когда готовите для него, вы ждете счастья от него. А человек не может другому человеку подарить счастье, потому что мы сами нуждаемся в энергии счастья. Мы нуждающиеся здесь, а не дающие. Понимаете? Поэтому он и грабит вас. Он грабит вашу красоту, а вы грабите его успех. У него женщина выходит замуж для того, чтобы мужчина обеспечивал ее беззаботной жизнью, успехом своим, своей силой, могуществом, смелостью, добротой, порядочностью. Она грабит его силы. Да? Она забирает силы у мужчины. Женщина грабит силы у мужчины. Все, что у него есть в силе, она забирает у него для своего наслаждения, благополучия. А мужчина грабит у женщины красоту. Он наслаждается его красотой. Женщина наслаждается силой мужчины, могуществом. Мужчина наслаждается красотой женщины. Кто из них прав? Вам вопрос? Что делать? То, что вы говорите. А? То, что вы говорите. Служи для Бога, получается. Получается. Служи для Бога. Что-то скучно получается все. Ну, это сложно понять. Да, теоретически сложно. Но на практике легко. Вот смотрите, сейчас мы будем петь и танцевать. Подключайтесь. Хорошо? Хорошо. Будете с нами петь и танцевать. И потом приходите домой, такая счастливая к мужу. И он тоже счастливым становится. И все печали, как бы они забыты. Потому что энергия счастья пропитала вашу жизнь. И то, что вас волновало, уже сейчас не волнует. Вот потом, да переживем как-нибудь со своим эгоизмом. У тебя своего хватает, у меня своего. Но в целом все хорошо. Почему вы сейчас в печали находитесь? Потому что вам счастья не хватает. А вы ждете его от мужа. Думаете, может, Олег Геннадьевич его повоспитывать? Мужа-то, чтобы счастья больше было. Нет. От этого счастья больше не будет. Вы просто обмануты. Вы думаете, что счастье человек должен от мужа получать. И поэтому замуж вышли. А замуж на самом деле вы вышли, чтобы выполнять свои обязанности перед мужем. Чтобы ему служить. Вы не для счастья замуж вышли. Если вы будете думать о своем счастье, находясь замужем, вы будете страдать еще больше. А вот счастье надо получать в этих песнях и танцах для Бога. Вот там надо искать счастье. Только там оно есть. А там, где вы его ждете, его нет. Ваша проблема только в том, что вы обмануты судьбой. Вы не знаете, где настоящее счастье. Понятно? Не знаете. Вот настоящее счастье моего дня рождения заключается в том, чтобы служить Богу в это время. Служить Богу в это время. А поздравления, которые будут приходить, не являются моим счастьем. Это будет счастьем тех, кто поздравляет. Потому что мое счастье – это служить. Я хочу служить. Я не хочу наслаждаться в этом мире. Я хочу служить. А вы чего хотите? Ну, микрофончик же у вас в руках. Скажите, чего вы хотите? Ну, если от мужа, то защита. Нет, вы чего хотите? Наслаждаться или служить? Ну, наслаждаться. Ну, служить тоже мне нравится. Значит, вы будете страдать. Если вы хотите наслаждаться, будете страдать, значит. Но если вы скажете, Олег Геннадьевич, я надоел наслаждаться, хочу служить. Служить хочу, хочу быть счастливым. Тогда будьте счастливы. Тот, кто хочет служить, будет счастливым. Тот, кто ждет защиты, будет страдать. А если видишь, что человек не в ту сторону идет, не туда? Это значит, что вас судьба наказывает? Если видишь, что близкие люди пошли не туда, значит, карма плохая вышла из вашего сердца. Значит, пришло время вам экзамены сдавать в жизни, получать наказание от судьбы. Это значит, что вы наказаны. Не они, а вы. Потому что близкие люди для вас концерт играют. Вы для них концерт играете свой, они для вас. Они вам спектакль показывают, ваш спектакль. Это ваш спектакль, ваши судьбы. Вы там в такой жизни заслужили, чтобы близкие не туда шли рядом с вами. Потому что вы сами шли не туда в прошлой жизни. Что делать? У вас есть два варианта. скорбить. Или петь и танцевать для Бога. Что вы выбираете? Петь и танцевать. Все. Вы в это время можете петь и танцевать и думать, все равно нет счастья, муж у меня не тебе дорога идет. И в это время петь и танцевать. Это уже самообман. Это значит, что вы настолько скупая, что вы не можете даже быть счастливой, когда попали в атмосферу лебедей. Понимаете? То есть вам надо здесь по-лебединому жить. Надо петь и танцевать для Бога, веря, что это работает. Хотя бы просто попробовать. Вы придете, вам легче станет в отношениях с мужем. Разок у меня совсем с женой было плохо в отношениях. Я думаю, наверное, мне пора семейной жизнью заканчивать жить. Буду отреченным человеком. Пришел ко своему наставнику, говорю, хочу отреченной жизни, что-то у нас не клеится. Он говорит, ты жену-то пригласи свою. Я пригласил. Он говорит, ну рассказывайте что вам не нравится, что вам не нравится. Она свое рассказала. Я свое рассказал. Начал смеяться. Смеется такой, смеется. посмеялся такой. У вас все так классно в отношениях. Но, говорит, одна проблема, вам не хватает духовной жизни. Потому что вы сильно друг на друге зациклены, вам не хватает духовной жизни. И мы начали больше духовной жизни, и все проблемы прошли. Пришло счастье. А у вас как в жизни? А если муж против того, чтобы я занималась, не хочет там ни на лекции ходить, ничего. То есть вы опять говорите не о себе, о нем, да? Это все о нем называется ваша песня, да? Ну и что не хочет, это нормально? А у кого хочет-то? Все хотят материальной жизни, никто духовный не хочет в этом мире. Нормально? Если муж не хочет, значит вы не достойны заниматься духовной практикой. Когда будет достойно, он захочет. Вот у меня все родственники не хотели, чтобы я духовной практикой занимался. Сейчас все захотели. Вот честно, все до одного. Им всем нравится, что я занимаюсь этой духовной практикой. Все до одного. Потому что Бог разрешил. Он сказал, пожалуйста, занимайся духовной практикой. Все, я тебе разрешаю. И через родственников это проявляется. А вам Бог разрешил? Ну, по-разному бывает. А? То вроде бы не против, то когда какие-то проблемы... А, все-таки разрешил, значит. Вот так, 50 на 50. То против, то не против, то не против. Знаете, у вас так классно все в вашей семейной жизни. У вас все хорошо. Вам надо с нами вместе петь, танцевать сегодня. И я вам обещаю, что у вас будет так здорово в семейной жизни вашей. Вам надо поменьше думать об отношениях с мужем. Потому что это петля, которая затягивает карму на шее. Думайте больше о служении Богу. Поменьше об отношениях с мужем. Хотя боль возникает об этих отношениях, а боль притягивает в себе внимание. Вы победите боль и начните петь и танцевать для Бога. В таком настроении «Я все смогу, я клятвы не нарушу». Ну, то есть для Бога вы поете, здесь танцует, несмотря ни на что. И постепенно счастье все больше и больше в вашем сердце будет. А это означает, карма побеждается. И когда очень много счастья в вашем сердце прибудет, вы придете домой. Так как у вас очень много счастья, а счастье дает любовь. То есть когда Господь в сердце радуется, человек становится любящим, а не нуждающимся. И вы придете домой и скажете своему мужу «Любимый!» И вы эти радостная такая. И он подумает «Господи, это что с моей женой произошло? Она перестала меня обвинять, скучать, печалиться перестала. и она теперь счастлива со мной». Потом он поймет это, потому что она ходит на духовные программы. Так все происходит. Один раз один духовный наставник сказал девушке, которая слушала его наставления, он сказал «Ты, говорит, сегодня у меня к тебе задание. Ты просто мужу делай все, как он хочет. Служи ему радостно, счастливо и для Бога это делал. Несмотря на что. Один день всего. Один день подвига, а потом как хочешь». И она такая пошла «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Такая пришла домой и начала вот так жить один день для мужа. И потом он прибежал к наставнику, такой зашел к нему и говорит «Я хочу посмотреть на этого человека, который сделал из моей мымры такую святую женщину». Видите, мы видим только недостатки в других. Вот сейчас в этой беседе я вам очень благодарен за эту беседу. Вскрылись ваши недостатки. Вы почувствовали это? Почувствовали? И вот все мы все так живем. Вот не только вы, вот все, все и я в том числе. Мы все находимся в этой иллюзии. Нам кажется, что все виноваты перед нами, но на самом деле мы сами виноваты, мы сами виноваты перед Богом. Мы забыли про Него. И поэтому он нам весь этот концерт создал. Давайте о нем вспомним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok